Сыграл я на Бахмане много раз, вот недавно даже в 1.4.4 All Welcome потестил, в принципе страна очень сильная, я такой в принципе нашел свой путь игры на этой стране, поэтому она не всем подойдет, потому что сейчас разные вариации Бахмане играют и все такое, но по сути я уверен, что если вы будете играть как я, то страна у вас вряд ли получится плохой, скажем так, ну по крайней мере пока турок не придет. Вообще сам геймплей можно разделить условно на три части, это начальные войны, где вы воюете сначала с Виджайанагаром, потом с Гуджаратом, потом это в принципе такие мид войны, когда шанса проиграть нет, ну действительно там с тем же Гуджаратом, с тем же Виджайанагаром есть определенные сложности, но если вы воюете уже потом с Мальвой, с Меваром, там у этих стран шансов задефаться от вас вообще нету. Ну и соответственно уже лейт, когда вы сформили Хиндустан, к этому, ну то есть объективно на Бахмане, если вы не формите Хиндустан, то вы очень грустная страна, поэтому нужно всегда к этому целиться, то есть на это дипломатить. Если вы играете в синглплеер, то просто рассчитывать свои силы, соответственно на формирование Хиндустана, то есть фокусировать провинции, которые вам нужны для создания этой страны. В принципе, давайте так, пройдемся по стартовым действиям, это я думаю одно из самых важных вещей, чтобы вообще понять куда, соответственно, двигаться. Это сословие, это с кем союзиться, кого ревалить, ну и соответственно, что вообще делать в начале. Так, ведем все войска в провинцию Саванур, с нем мы и будем атаковать Виджанагар, дальше ставим Эдикт на торговую защиту в нашем столичном стейте. Сносим все крепости, кроме Мудгала. Дальше выделяем вассала Келади. Этот вассал имеет корки зеркальные к нашим, и соответственно, когда мы будем воевать с Виджанагаром, мы заберем как свои корки, так и корки этого вассала. И по сути, получим большое количество девелопмента по очень низкой игре. Ставим в ревалы Мальву, Гуджарат и Виджанагар. Это три яишки, на которых максимально эффективно будет использоваться эмбарго. И сразу вешаем эмбарго на Виджанагар. В сословиях берем очки, берем в брахминах минус 100 влияния, соответственно, на религиозное единственное, и берем два дипслота. Также берем 5 займов, чтобы была возможность наролить агенду на выплату займов. И обязательно отжимаем земли. В выгоде нажимаем налоги, а я решение в принципе не нажимаю, потому что упадет легализм. Потом его все равно стоит нажать. Теперь к советникам. Естественно, мы ставим фокус на админку, потому что страна, которая должна закрасить, ну, приблизительно где-то 800 дева. Соответственно, из советников нас интересует на стоимость стабильность, на улучшение отношений, на дисту, на мораль. Теперь нажимаем задание от сословий. В среднем мы хотим получить задание на выплату займов, чтобы получить скидочного советника на административные очки. Если мы его получаем, то мы выиграли в игре. Если не получаем, то в принципе достаточно грустно. Ну а так, выбираем то задание, которое больше всего нам подходит. Это или на возвращение национальных провинций, или на выплату займов, или на улучшение отношений. Там действительно очень много хороших заданий. Но в среднем нас больше всего интересуют очки. То есть задание на престиж. Это второе по приоритету после выплаты займов. Нанимаем 14 тысяч мерков. Это именно тот стак, который нам нужен, чтобы победить. Я пробовал и с меньшим количеством, но в таком случае иишка навязывает бои на своих крепостях. Вообще не по кайфу. Теперь поговорим о союзах и о дипломатах. Мы союзим Идар, Реваканти, Бастар и союзим Куч. Для чего все эти иишки нам нужны? Куч нам нужен, чтобы, соответственно, Гуджерат не разожрался. А вот эти все остальные, это иишки, которые станут нашими вассалами для того, чтобы мы нажали Золотой Век в 49 году. Соответственно, о дипломатах. Дипломатами мы обязаны импрувовать отношения со всеми нашими вассалами. То есть улучшать отношения. И желательно сфокусироваться на Телингане. Потому что после Телинганы у нас появляются квесты на регион Карамандела. Прошел месяц и теперь нападаем на Видженагар. Главное в цели войны поставить провинцию Видженагар нашей целью. Чтобы мы получили снижение варскора во время ее захвата. То есть он будет стоить не, соответственно, 100% варскора, а всего 33. Сама война против Видженагара не то, чтобы очень тяжелая. Мы просто становимся квадратиком. Заводим 10 тысяч в Видженагар. 9 тысяч заводим под Видженагар. Ну и, соответственно, оккупируем все провинции, которые находятся слева. Даем обязательно цель оккупировать нашим вассалам две провинции слева. Это Чаули под ней провинцию для того, чтобы они не стояли АФК в Мудгале. Потому что если они там будут стоять, Иишка замнется и не пойдет в нашего вассала. Как только мораль в наших мерках зарегиенилась, мы заводим меркостаг Видженагара. Остальными юнитами мы их делим по 2 тысячи и оккупируем все провинции Видженагара. Для того, чтобы Иишка распустила какую-то часть войск, потому что у нее доход уменьшится. Первый кусочек войны это, можно сказать, оккупация всех западных провинций Видженагара, а также его столицы. То есть мы ждем пока мораль в наших мерках зарегенится. Как только она зарегинилась, мы заводим в столицу Видженагара мерки. Остальные регуляры мы сплитим и, соответственно, засиджуем все западные провинции. Можем, в принципе, даже остаться на них для того, чтобы полутать, разграбить их. То есть полутать их. Ну, теперь просто ждем, когда оккупируется столица. Столица Видженагара взята. Теперь берем наши мерки и ведем их в столицу нашего вассала, где оккупируют эту провку Видженагар. Соответственно, в Кхамбат. Там мы будем драться. Главное, чтобы наши мерки по итогу танканули весь урон. То есть, соответственно, их заводим первыми, потом регуляров. Все, вот, собрали стак из мерков. 2000 регуляров, на которых значок прикрепления для того, чтобы прикрепились вассалы. И мы деремся просто мерками и вассалами. И по итогу у нас остается большое количество МП, которое мы можем потратить в будущем. Естественно, в такой ситуации мы битву выиграем разгромно, потому что у нас буквально в полтора раза больше юнитов. Теперь мерков ставим в одну крепость, вассалов ставим в другую крепость. Оставляем еще какое-то количество юнитов провинции Сира для того, чтобы яишка не проходила вверх. И просто оккупируем оставшиеся две крепости. В принципе, на этом этапе уже яишка нам ничего сделать не может. Как только берем эти крепости, сразу передаем их нашему вассалу, чтобы не платить за их содержание. И дальше идем выводить на белый мир Антхру. Выводим Антхру на белый мир. Теперь мы не миримся с Виджианагаром до момента, пока к нам не придет ивент, который называется Touching to write people, который дает стоимость советников. Этот ивент, после него мы получим событие, которое даст нам перманентные 5 морали. Это самый важный ивент. И там условие не иметь, соответственно, портов. Если у нас нет портов, то событие может произойти. И теперь мы ждем, пока выйдет это событие. Если его нету, то с Виджианагаром, соответственно, не миримся. Дальше я вижу, что у Гуджарата нету в союзниках Джампура. Если нету в союзниках Джампура, мы можем с Гуджаратом повоевать до 49-го года. Для того, чтобы забрать нашу корку, забрать 3 провинции для квеста, а также забрать хумилиейт. Но я это делаю, поскольку нету Джампура в союзниках, а также у меня не выпало событие на Виджианагар. Теперь я мирюсь с Виджианагаром. Я забираю свои корки, корки своего вассала, а также передаю весь оставшийся стейт столичный Виджианагара анхре. То есть я возвращаю корки и забираю на 20 варскоры денег. Это делается для того, чтобы сократить количество агрессивных очков, точнее агрессивного расширения, которое мы по итогу получим. Также за счет этого мы с вами сможем забрать большее количество варскоры деньгами. Если бы мы альтернативно забирали себе стейт, соответственно Виджианагара столичный, то у нас бы не было тех же 200 золота, которые мы получим с него. Я думаю, это на текущий момент один из самых верных миров, которые можно заключить. Дальше мирюсь с Гуджаратом, забираю свою корку, забираю полностью его вассала, то есть 3 провинции с Тридного Декана, а также забираю хумилейт. Потому что я хочу нажить Золотой Век и соответственно у меня выбор или апнуть 5 ТЦшек или иметь соответственно хумилейт. Хумилейт не всегда есть возможность добыть, но соответственно в любом случае Золотой Век у вас всегда будет за счет столицы, за счет 5 субъектов и также 5 ТЦшек или хумилейт. Ставим Дивкост и Дикт в столице, чтобы концентратить эффективнее за счет того, что у меня были сословия не захламлены, я получил 8 Крунлендов, то есть с 8 до соответственно 14, нет 6 Крунлендов. А также ставим Дивкост в наших сословиях. Дальше мы забираем Виджианагар, провинцию нашего вассала и начинаем концентратить. То есть мы концентратим весь Девелопмент, чтобы по итогу получить 30 Девелопментов в нашей столице. И соответственно нажать Золотой Век. Только после этого нажимаем квест на разграбление Виджианагара. Теперь заходим в цели эпохи и у нас выполнено 3 цели. Это унизить соперника, это 5 субъектов, а также 30 развития в столице. Альтернатива унижению может быть 5 ТЦшек. Теперь берем Золотой Век и берем все технологии. У нас должна быть доступна как Дипко, так Админко и Военный Тех. Первый этап закончен. Теперь присоединяем к Тилингану, потому что у нас есть квест, который требует в стейте Галконды иметь меньше 30 автономий. Поэтому мы и вышли по итогу на 20 Кронлендов. То есть как только там понизится автономия, мы полностью скушаем Антхру. Потому что у нас квесты как на стейт Виджианагара столичный, так и на полную Антхру. Теперь уже заходим в сословия и добавляем все привилегии, которые нам нужны. Это соответственно в Брахминах абсолютно все, в Маратхах абсолютно все, в Улемах также можно в принципе все добавить. Тут стесняться не нужно в любом случае теперь, потому что мы большая страна, количество Кронлендов, которые мы будем получать за воеваний, не такое большое. Можете в принципе поставить как ставил я, но так сказать потому что у нас с вами 5 сословий, вариативность тут реально может быть. Дальше я повоевал с Квадаром, потому что я засоюзил Куч, Гуджарат напал на какую-то другую Ишку. Я вмешался в это все дело, соответственно уничтожил Гуджарат и Ишка замерилась с Гуджаратом на его земле. И по итогу у меня получился очень-очень-очень быстрый закрас Куджарата, то есть супер быстро получилось, я сам такого не ожидал. Ну и после Квадара мы с вами идем в Мальву, с Мальвы забираем наши пермаклаймы, жадничать тут не стоит, в любом случае после формы Хиндустана мы с вами получим пермаклаймы на всю Индию. Поэтому тратить лишнюю дебку для того, чтобы забрать там 3 ковнопровы я вообще в целом не считаю нужным. После Мальвы я фокусируюсь на Гуджарате, а именно на том, чтобы получить все свои пермаклаймы, потому что как только я их получу, я смогу нажать квест на 10 кудцов, что реально очень сильно увеличит мое количество дохода. Соответственно, я сейчас буду воевать с Меваром, буду воевать с Кучем, ну и, соответственно, со всеми союзниками Мевара, это всякие полимбанги, потимбанги, честно говоря, даже не знаю, как они называются. Дальше я форшу институт в провинции Мудгал, почему именно Мудгал, потому что это очень близко к нашей столице, соответственно, к нашим DevLand, там мы в любом случае будем иметь большое количество дева, и за счет этого институт распространится там очень быстро. Соответственно, выбираю провинцию Мудгал, там уже есть процветание, у меня уже есть вторая реформа, которая дает 5 development cost, и также, в принципе, ну у меня нет выбора, я индус, который не имеет ренессанса, ренессанс получить вообще без шансов. У меня стикала автономия в стыте Галконды, и, соответственно, я нажимаю квест на пермаклаймы на Антхру, ну и начинаю воевать с Антхрой, потому что у нее есть пермаклаймы как на левую часть Карамандела, так и на правую. Так, теперь мы можем сказать, что второй этап завершен, то есть мы покрасим с вами Антхру, получим пермаклаймы как на левую часть Карамандела, просто так, так и на правую после прокачки Галконды до 25 дева и установления там третьей ТЦшки. Теперь мы, наша задача просто методично кушать яишку, также не забыть про Арисе, про Арису, то есть если она еще существует, забрать с нее две провинции, ну и в принципе просто мы едим яишек, тут, честно говоря, никакого мастерства не нужно. После закраски Карамандела переносим нашу столицу в Мальдивы, то есть для того, чтобы поменять субконтинент, потому что вся Индия это субконтинент Индии, а соответственно Мальдивы это субконтинент Сантары. И соответственно, поскольку у нас столица в другом субконтиненте, мы сможем поставить торговые компании буквально в каждом нашем торговом ноде и получить очень-очень-очень большое количество гудсов. Даже на первоначальном этапе это 20% производства товаров. Вот карта торговых компаний, которые у меня были на момент конечного сейва, то есть это в принципе так, как я рекомендовал бы вам ставить торговые компании. Так, вот так я расставил торговые компании, то есть в Караманделе это стейт Малабара, а также Шри-Ланка, в Дикане это Ахмедабад Кхандеш, в Гуджарате это Каркхан Синт и Нозер Синт, а нет, Нозер Синт в стейте. Тут я поставил Джайпур, Бангладан, Бихар, Кутак, то есть вот так. В принципе, те стейты, до которых дотягивался, туда торговые компании по итогу и поставил. И в принципе, ну, очевидно, их все застроил на максимум, а также смотрите, у Бахмани есть квест, который требует трех торговцев, но поскольку мы шиит, трех торговцев сделать у нас возможности, естественно, нету, ну, то есть уйти в минус пить и невозможно. Поэтому я выбрал третью провинцию для генерации третьей ТЦ, естественно, выбрал провинцию КТ, то есть КТ это третья ТЦ в торговой компании, она, соответственно, для меня дает очень-очень-очень много производства товаров. Вот. Ну, а остальные две ТЦ-шки это Бидар и, соответственно, Галконда. Галконду переименовали, потому что я тут 25 до развития сделал. В 86-м году у меня уже было 143 дохода, ну, согласитесь, неплохо. И на финальном циве имею 210 дохода, в принципе, учитывая то, что у меня уже нету никаких модификаторов, которые бы действительно увеличивали мой доход. То есть у меня не остались квесты Бахмани. В принципе, если бы я там их действительно нажал немного позже, то есть чуть-чуть затерпел, у меня бы по итогу было, естественно, в разы и в разы и в разы больше дохода. Ну, а так, ну, не знаю, 214 даже. В принципе, думаю, страна, ну, невероятный имбаланс, то есть очень сильная по ощущениям. Намного сильнее, чем та же Франция, может быть. Ну, где-то на уровне турка, если бы, если грамотно играть. Скажу честно, видео, видео мне хотелось сделать на часов, ну, 40 где-то, ну, может быть на 10. Ну, а так получилось, таких плотных 16 минут, где я объяснил, что вообще делать. Некоторые моменты, естественно, упустил, как я, допустим, ну, просто жестко забаровал Дели. Ну, или жестко забаровал Джампур уже в лейте. Так что, ну, не в лейте, а в 1490. Там, естественно, вообще, в принципе, ничего интересного нет. Но отмечу такое, в лейте вам, естественно, обязательно, обязательно стоит сфокусировать свое внимание на экономике. Это что? Это мануфактуры, это воркшопы, это, ну, соответственно, мануфактуры, воркшопы, домики на налоги. Я хотел просто их русский аналог найти, чтобы было понятно новым зрителям. Но, в принципе, честно говоря, немного сложно играть. Не зная, допустим, всей тематики, лексикона, я уверен, что я записываю это видео, очень большое количество информации преподнес так, что его, ну, буквально, если вы до этого играли в синглплеер и никогда не встречались с МПК комьюнити, будет не очень просто. Но я надеюсь, вы справитесь просто за счет прогона. Также я забыл вот такую вещь сказать, что невероятно важно, вот что невероятно важно, это просто взять и прогнать в сингле. Вот если вы, ну, даже если вы посмотрите видео, и если вы не прогоните там 3-4, даже, ну, возможно, 6 раз, то у вас вряд ли что-либо получится, потому что страна очень требовательная к тому, чтобы кнопки жать вовремя. Потому что если не жать кнопки вовремя, может ничего и не получиться по итогу. Но так, всем желаю удачи, чтобы везло с рандомом, все наследники были шестерочками. С видео я тянул очень долго, хотя по итогу получилось оно на 20 минут. Всем спасибо, всем пока. Вот это мех. Спасибо. Только что набили. Давайте я вам помогу.